Спасибо, Геннадий Викторович, вы всегда мне предоставляете возможность выступить на этом замечательном круглом столе, я всегда соглашаюсь. Но все-таки несколько сначала поправок несу, не хочется рекламировать, хотя и хороший, но инженерно-физический институт, я все-таки за кафедрой в Московском физико-техническом институте. Ну и вот Сиба ушел, потому что все хорошо в отсутствии, но тем не менее, значит, был академик Глушков, а не Глушко в киевском институте кибернетики, а Глушко был, кажется, ракетчиком. Значит, действительно, руководством Глушкова лились работы по ОГАЗ, общегосударственная фундаментированная система, которая на те годы, может, и сейчас перекрыла бы все эти интернеты, и стремленные в ЦРС, и учительные центры, и так далее. Вот, ну и я рассчитывал перенять эстафету у, значит, Руслана Геонидовича и бодро продолжить эту тему, но состоялась такая акширная дискуссия, что, ну, часть вещей его сказал Гураков, часть прозвучала вопросов, и вопросы прозвучали, отчасти, поведемые ко мне за приори, за горя, поэтому я попробую что-то про это сказать. Вот, ну, еще раз, еще хочу отнестись к тому, что сказал коллега Баландина, вот, об однократном предоставлении сведений, это как раз сейчас чистый, чистейший антиглушков. Вот он, в принципе, ХАСУ сформулировал 30 или 40 лет назад, информация в ВАСУ вводится один раз в одном месте, все. Отдел кадров ввел, значит, бухгалтерия больше это не вводит, не вводит. Теперь мы вводим 40 лет спустя, многократно дублируя в разных формах, в разных коблицах, в разных документах и так далее, одно и то же. Какие-то однократные. Я и говорю, сейчас, сейчас царит, царит, надо переходить к однократности. То есть я задушку? Да. Вы задушку? Вы задушку? Нет, я говорю, за вас, за вас, за вас, за вас. Но то, что происходит в нашей сфере, это антиглушков. Конечно, да. Вы просто, да. Единственное, что, к сожалению, мы говорим об этом десятилетиями, каждый раз соглашаемся и каждый раз делаем ровно наоборот. Значит, ну вот, а подхватывая выступление, значит, я несколько слов скажу, зады повторю Сергея Борисовича Чернышова, который в реестре распределенных активов в блокчейне и, значит, смарт-контракт, я говорю, уже давно, и пишет, и читает лекции в АСИ. И стратегия блокчейна принята в Англии как, значит, основная стратегия в создании цифровой экономики. По блокчейну Австралия вопилась в ВСО с просьбой немедленно разработать стандарты обмена блокчейна, обмена реестра, транзакций и так далее. То есть это, да, весьма актуальная вещь. Ну, я хочу об этом сказать и о том, в чем мы отстаем навсегда, как сказал Зубаков, или, значит, в чем он нас хочет похоронить. По крайней мере, надеюсь, что это будет не только теория, но и полезная практика. Если у нас плохо. Нет, мы, как вы сказали, вовремя собрались и обсуждаем это, может быть, на последних шансах. Итак, это, значит, ну, специально основанная на криптографическом шифровании, многократном дублировании цепочка чейн этих самых блоков. И информация, которую заводит каждый участник рынка, каждый участник игры, значит, не, ну, так упрощенно говоря, не стираема. Она не фальсифицируема за счет вот этого шифрования криптографического и хранения на многих, значит, серверах, на многих устройствах, включая там любое устройство любого из нас. Таким образом, то, что мы нотариально заверяем, подписываем, вводим друг к другу и так далее, исчезает. Поскольку о вашем контрагенте вы все знаете, о всех его контрактах, которые он сорвал, вы все знаете. Вы как-то кинул, тоже все знаете. Ну, это шутка, ну, то есть возникает информация о любом участнике цепочки, значит, которая достоверна, достоверна именно технологически обеспечена. Второй момент возникает, значит, смарт-контракт. Если каждый участник ввел по себе информацию, в том числе о вот так называемых активах, не вовлеченных в оборот, сейчас я в грубом смысле, в узком смысле скажу. Вот, это порожняк ли это, или, значит, небольшой недогруз, или, значит, грамм, или грузовик, неважно что, или финансовые активы. То эти активы за счет блокчейна могут вступить в так называемый смарт-контракт, который просчитывается как технологически компьютерно, так и, значит, можно вручную. И вы подбираете цепочку, значит, перевозчиков, там, не знаю, экспедиторов и так далее. Сейчас я эту картинку Зубаковскую покажу, чтобы напомнить. И тем самым возникает колоссальный эффект отмирания, отмирание ряда транзакций и превращение их, действительно, в цифровую экономику. Значит, ключевое слово, это происходит сокращение и убивание транзакций многих-многих. Вот, но, к сожалению, я думаю, здесь, кроме представителя Минтранса, никого нету, но это очень сильно касается, сейчас я об этом скажу и покажу, и, конечно, нормативные базы и всех фаилов, которые во всем во всем нам участвуют, и ФДС, и ФНС, и, значит, всякие растения, как его называют, защита растений, и тысячи всего, на 100 лет надзора и так далее. Это касается, здесь есть и представителей и ведомственных таких больших структуров, и Северстали, Роснет, и так далее. Ну, Северстали, я отношусь, все-таки, к бизнесу. Ну, ну, неважно, там, то такая же, такая же, такая же. Есть, если участник блокчейна, но, значит, будет ли МПТС, Минтрук и так далее, это, значит, вопрос. Хотя, повторюсь, есть поручение Медведева о создании такой рабочей, даже поручение Путина о создании рабочей группы по цифровой экономике. В конце той недели я был на круглом столе, который вела Госдума под началом адеквата лугового по блокчейнизации, и представитель Центробанка был, обсуждался законопроект о блокчейне и, значит, смарт-контрактах, ну, и вообще криптовалютах, начиная со снов. Ну, то есть тема очень актуальна. В логистике, значит, ну, мое не очень такое частое предметное погружение, в логистике это может носить взрывной эффект. Вот это та сфера, поверьте мне, где реестр распределенных активов, значит, может сыграть колоссальную роль. Вот тот же Uber, неоднократно упоминавшийся, вот в этой терминологии, это реестр распределенных активов. То есть возникает реестр перевозчиков, так, во всех точках, значит, города возникает реестр пассажиров, которые как-то переехали. И блокчейн технологии соединяет потребность переехать с предложением перевести. Вот он, ну, это одна транзакция, однозвенные реестры, да, ну, и они формируются онлайн по мере появления каждого, кто хочет переехать. Ну, перенесите это на те же, вот, ушел в коллегу, грузоперевозчик, автомобильные, да, значит, на то, что у меня есть посылка бабушки, значит, у кого-то есть и контейнер, у кого-то есть грузовик, который проезжает. Значит, все дело перейдет к вопросу о том, чтобы это передать, соединить, ну, и оформить в правовом смысле, в страховом смысле и так далее. А вот в мультимодальных, во всех этих наших трансграничных перевозках зарытый колоссальный взрыв, ну, значит, денежного, финансового и так далее результата. Значит, к слову сказать, занимаются этой цифровой экономикой в основном молодые люди и очень много, в том числе, в таких международных платформах, создателей наших соотечественников, значит, выпускников и МФТИ, и МФИ, и других наших ведущих вузов. Значит, технология инвестирования совершенно тоже новая, это новая экономика, то есть на блокчейн проект объявляется, значит, ICO, значит, это, ну, сказать, сбор денег, коинов, этих электронных денег, значит, есть совершенно потрясающие результаты, значит, как говорили раньше, двое в гараже сделали операционную систему, или, там, персональный компьютер, значит, здесь двое молодых парней, ICO, в течение двух-трех месяцев собрали 18 миллионов евро на свой проект, а другая парочка собрала 5 миллионов евро и так далее. Это, к тому же, это колоссальная область такого венчурного инвестирования. И есть даже уже российские, российская платформа, фонд этих самых блокчейн денег, то есть они еще и вкладывают деньги вкладчика в различные биткоины, различные такие самые. Вот, значит, ну, что прежде всего, значит, поскольку, так, я говорю, поскольку наша область очень зрелая или перезрелая, или находящаяся в стадии, которые, говорит Забаков, не буду больше упоминать, вот именно этой стадии, вот, то прежде чем ринуться в эти реестра активов, просто миллионных активов и, значит, блокчейн-технологию, необходимо зачистить территорию, устранить значительное количество дефектов в правовой базе, это пробелы, противоречия, избыточность и дублирование, о которых вы все знаете и с которым каждый день живете, построить, значит, реестр понятий, а лучше всего карту, где все взаимосвязи понятий нормативной базы описаны, построить реестр нормативных правых актов, где все взаимосвязи описаны, выявить и устранить абсурды, которые, с которыми мы все живем, и построить реестр, значит, полномочий, фаивов, пробирали по органам исполнительности, просить. Вот, значит, кроме, второй момент, значит, мы все имеем дело с нормативно-справочной информацией, реестры, регистры, кадастры, патологии, пища всего, пользуются, используются, используют сложившиеся классификаторы, сложившиеся, вот на это слово я делаю упор, это эмпирически складывалось, но ни разу теоретически не спроектировалось, теоретически не спроектировалось. Поэтому это эмпирические классификаторы, которые при попытке стыковать их друг с другом покажут этому блокчейну большую филу. Необходимо, чтобы они вначале были концептуализированы и приведены к логике, к логическим, кризничным сеткам и так далее, и так далее. А, значит, для реестр распределенных активов необходимо разработать нормативную базу. Это, значит, аксиома или постулат, без которого все бессмысленно. Значит, вот имеются, уже имеются различные криптовалюты, субъекты, отношения субъектов, платформы блокчейна действующие и быстро пишущиеся, возникают эти самые смарт-контракты и так далее. Значит, первое, что нам надо осознать, должна быть осознана необходимость урегулирования блокчейна и создано правовое поле. Для этого шаг за шагом, медленно, не поспешая, чтобы больше не плодить абсурдов и опережать в этой самой цифровой технологии, а не в железе, ну не только в железе, в активах, которые мы держим у себя на дворе. Значит, это, в первую очередь, концептуальная модель, потом она переводится в юридические конструкции, технология такая-то не отработана, и затем переводится в комплекс нормативных правовых актов. Не единичный закон, а со всеми подзаконными актами, с отменой всех ныне действующих, ну не всех, а тех, которые будут противоречить этому, на основе технологии концептуального проектирования комплексов нормативных актов. Значит, мы сейчас поздновато, к моему следу, так, мы концептом этим занялся, но мы активно включились в эту цифровую экономику. Значит, мы прорабатываем сейчас четыре стены для объявления, и будем пользоваться АСИО-экономизмом для инвестирования в готовность. Первый из них я поставил адрес. Затем здесь экология, но более проработанная нами вещь. На ее примере я сейчас покажу то, из-за чего мы отстанем навсегда. Вот, здравоохранение и, значит, госзакупки. Значит, ну, опять для образности нашего мышления крупного стола, значит, что, например, может происходить в здравоохранении. Врач принял больного, поставил диагноз и выписал назначение. Назначение уже находится в реестре вместе с персональными данными. О нем узнает клиника, которая эти назначения, процедуры может выполнять. И когда он записывается в электронную очередь в поликлинику там на 14 июня, как они через ОНФ докладывают Путину, у него оказывается предложение, что процедуру можно сделать сегодня в 17 часов. Все, реестр распределенных активов медицинских услуг и реестр потребностей в тот же Uber получить эту процедуру соединяется. И это неважно, где кто находится и, значит, насколько круглосуточно работает. Вот, это, опять же, транзакция простейшая, двухместная, но можно ее сделать до аптеки, так? То есть вы о рецепте узнает аптека, а там, в конце концов, поставить 3D-принтер, который, значит, напечатает эти таблетки в индивидуальном размере и будет, знаете, завозить складские запасы и так далее. Вот картинка Янария Викторовича, которую я, по-моему, каждый раз показываю. Значит, вот эта трансформация, товар превращается в груз. Груз превращается в таможенную стоимость. Таможенную стоимость превращается в груз. На каждом этапе есть разные участники, страховщики, экспедиторы, перевозчики, банки и так далее. На каждом этапе есть десятки, сотни актов, подзаконных актов. Методик, нормы, так? Это распределенный актив, просто сказка для блокчейнизации и технологизации. Эти регистры, несоединенные фактически, мы многократно пишем вот эти бумаги, заявляем чернильной печатью и так далее, в то, что трансформируются сведения. А, значит, блокчейн эти сведения предоставит. Возможно, необходимость их предоставлять, когда она отойдет. И, соответственно, движение, а, соответственно, перевозчик, который все это перевезет за один клик и так далее, возникнет. Такой длинный Убер. Так, ну, здесь, как бы, одно из последствий, непосредственно у, как бы, идущих за счет нашего ВВП России, так? Наряду с крупнейшими трансевразийскими коридорами, значит, в чем порог? Мы строим артерии. Или кто-то строит артерии. Нет вены капилляров. Нет вены капилляров, так? Значит, вот наверх, вглубь нашей великой территории, показаны капилляры. Необходимо множество плеч, множество, значит, опт разбился на мелкий опт, мелкий опт, дорожницы и так далее. Так что почтовой посылочкой, значит, бабушки на деревню, значит, доставлять консервочки или там еще что-то. Мы выиграем за счет огромного поля, значит, мелких-мелких перевозок. Значит, ну и крупнейший выигрыш, это, наверное, так сказать, не моего модела, но путь из России, из Европы через Россию в Китай, кратчайший, лежит через Монголию. И, значит, хат, который вот здесь вот, в углу Китая, строится, уже строится, он рассчитывается на то, что потратно переполнится. Значит, вот теперь о том, почему мы отстанем. Почему мы отстанем. Значит, не буду утомлять это, значит, наши понятные, общеизвестные истины. Цели, к сожалению, должны быть все еще измеримыми, но недостижимыми. Но ключевая проблема – это система понятий. Система понятий. Значит, характеристика существующих, сложившихся областей – это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы. В том числе, опять помяну, отсутствующие здесь органы власти и полномочия. Значит, сейчас Обызов бесстрашно просился сокращать нормативные требования к бизнесу в открытом правительстве. Вот интенсивно идет работа, я там в двух рабочих группах тоже. Значит, общее количество контрольно-надзорных органов в России оказывается, так, ничего так, ни много, ни мало, 36. 36 федеральных органов, в том числе, этих контрольно-надзорных органов. Всего, пока собранным метелками по всем ведомствам, оказалось 2 миллиона требований. 2 миллиона требований. Вот я директор, и вы многие директоры. 2 миллиона требований предъявляет Роспотребнадзор, Роспотребнадзор, Росттехнадзор, Роспотребнадзор. Это автоматизировать нельзя. Как говорили осушники, Бартак автоматизировать можно. Но получится автоматизированный. Вот. Ну, пропускаю. Вот сложившаяся наша логистическая реальность. Дальше называется вам куда проводов кинуть? Оптер локомный отсюда сюда. Пожалуйста. Сейчас просверлим еще одну дырочку и кинем. Это все, к сожалению, теперь уже не сохранилось. Все это срезали, счистили, оштукатурили и проложили нормально, наново, нормативно спроектированную систему КАГИ. Значит, вот мы уходим от этой естественной эволюции, от наслоения реформ и выходим на проектирование, значит, взаимосвязанного комплекса нормативных проектов, который, значит, блокчейн-технологию в логистике наладит. Поэтому нужно, что? Участие, можно начинать с бизнеса, но нужно и участие на втором-третьем этапе федеральных органов исполнительной власти с тем, чтобы эти полномочия привести к той цепочке, о которой, значит, водит всегда зубоков. Иллюстрирую доказательно, чтобы не было видно, что, я бы сказал, через чистый теоретик. Вот существующая нормативная правовая база в какой-то сцене, экологии или медицинском страховании, да? Значит, слева международное соглашение, вторая колонка кодекса Российской Федерации, потом идут зелененькие законы Российской Федерации, потом идут синенькие, вот, я на один слой сбился, да, красненькие законы, потом постановление правительства, потом приказы Минздрава, Роспотребнадзора, санитарные нормы и правила и так далее, и так далее. Всего имеется семь уровней в любой сфере, какой бы вы ни взяли, в том числе и на фамилистическую замечательную. Система понятий дыры и противоречия и отсутствия определений. Система понятий выводится через другое понятие, потом через эти два понятия определяется третье. Открываем учебник аристотелевой логики, порочный круг в определении понятий, порочный цифр в определении понятий, адвоката, юриста, хлебом не кормить, да, ему трактуемое и замкнутое в логический круг понятие. Разрешительные процедуры. Значит, это, кажется, получение разрешения на выбросы воздуха, сбросы в водный объект промышленного предприятия. Итого 100 документов, 100 шагов, 270 дней по регламенту правительства, которое 30 дней обязывает подключать. Реально полтора года. Полтора года мой бизнес должен получать экологическое разрешение. Ну, естественно, взяв понабреволенный кредит под 15% годовых и умножив на полтора, я сижу себе и теряю прибыли бизнеса. Автоматизировать в бардак не надо. Спасибо за внимание. Это, значит, отчасти призыв, отчасти сокрушенность, сокрушенность, ну и оптимизм. Время еще не упущено. И, я повторюсь еще раз, из тех платформ блокчейна, которые пишутся в УПЦ, очень много наших молодых мыслящих и так далее соотечественников-то сьян. К сожалению, и это на Думе Лугового прозвучало раз семь, спрашивают у одного такого молодого шкета, миллионера в джинсах с надутыми коленями. С такими колпаками на коленях. А вы в какой юрисдикции работаете? Ну, вообще-то в ЮКЕЙ. Второй докладчик. А вы в какой юрисдикции работаете? Ну, я вообще-то в Швейцарии. А вы в какой юрисдикции работаете? Значит, в России, извините, где ваше законодательство, где, как я буду подтверждать смарт-контракт электронный? Как я буду его подтверждать и как я его понесу в бухгалтерию, да? Спасибо, я готов ответить на вопросы. Извините, если сказал что-то не так известно. Я не представился, простите, в прошлый раз. Игорь Колодкин, Тирадейта, компания. Захожу, Анна Бородович. Вот блокчейн, ну, так всем известно, что он преимущество в банковской сфере как-то нашего применения. А вот вы когда эту концепцию выстраивали, зарубежный опыт в логистике изучали, кто-то применяет из гигантов логистических технологий сейчас? Что на этой схеме известно? Мы, значит, ну, сначала про банковскую технологию. Банковскую технологию, но как минимум, как говорится, но и не только, не исключительно и не только. Это очень-очень много сфер уже охватило, и это разрастание происходит стремительно. Значит, по логистике мы в начале пути, значит, готовим, это такая, значит, инвестиционная программа. Естественно, сейчас не хочу говорить, но опыт, который мы изучили и будем еще изучать, включим в работу. Но де-факто многие достижения, о которых в прошлом и позы прошлом году говорилось, ну, имеются в европейские, западные, да, и формирование, и предварительное формирование, электронное декларирование и так далее, это мейнстрим шел к этому, на пути к этому. То есть, сведения один раз введены и используются на всех звеньях. Сведений много, можно их комплексировать в наборы сведений, так, вот, о юрлице, о цепочке, о товаре и так далее. Поэтому, я понимаю, как бы сказать, что вопрос как инвестора, если так, то это должно быть, ну, вот, сейчас я не готов, сказать, что-то понятно, понимаем, какие-то азовы.